Отчитаться о проделанной работе и сверить планы на будущее. О деятельности правительства в 2016 году на расширенном заседании регионального парламента рассказал губернатор Павел Коньков. Темы самые разные – от политики и экономики до благополучия или неблагополучия простых граждан. По итогам года ушедшего заработная плата сотрудников социальной сферы выросла, однако не так весомо, как хотелось бы. Ставлю задачу комплексу социальной сферы и департаменту здравоохранения, держать на строгом контроле показатели заработной платы по каждому муниципалитету и учреждению, по каждому работнику. Мы должны довести заработную плату работников бюджетной сферы до заданного президентом уровня, и мы будем жестко отслеживать эти показатели в течение года. Самое значимое экономическое событие прошлого года – всесторонняя поддержка проекта по строительству комбината синтетического волокна. В том числе и на президентском уровне. Комбинат рассматривают как локомотив легкой промышленности не только Ивановской области, но и России. В финансовом плане тоже есть сдвиг. Заключено предкредитное соглашение между банком и Ивановским полиэфирным комплексом. Строительству нового комплекса предполагается приступить летом этого года, а уже к 20-му выйти на производственные мощности. И на данном этапе я требую выстроить предельно четкую работу по сопровождению проекта, синхронизировать работу профильных департаментов. В 2016-м вошла в рабочее русло программа капитального ремонта. По итогам года собираемость превысила 83%. По поручению из прошлого отчета был сформирован трехлетний план капремонта, но за два года работ выполнено всего 70% запланированного. Коллеги, с таким результатом мириться нельзя. Это просчеты либо при планировании, либо при исполнении. Департаменту ЖКХ надлежит исправить ситуацию с планом капремонта в текущем году проектным способом. Отдельно обращаю внимание глав муниципалитетов на собираемость платы на капремонт, включая погашения образовавшихся задолженности, в том числе по муниципальному жилью. Отдельная тема – достройка жилья дольщиков ДСК. За минувший год на эти цели от Банка Сонатора поступило около 1 миллиарда рублей. Сегодня моя оценка такова. Комплекс развития инфраструктуры упустил инициативу и ослабил контроль. Буквально на днях утверждена новая программа с другими фактическими сроками достройки жилья. И я, как глава региона, настроен на то, чтобы и финансирование, и сроки жестко отстаивать по нашим объектам. Перед комплексом развития инфраструктуры, помимо прочего, стоит задача найти решение по достройке тех объектов, которые не вошли в программу, но так или иначе связаны на исполнение обязательств Ивановской ДСК. Задача здравоохранения на нынешний год – решение кадрового вопроса. Губернатор попросил глав муниципалитетов, профильное ведомство и Медакадемию совместно заняться этой проблемой. Что касается оптимизации лечебных учреждений, то объявляю мораторию на подобные решения до того момента, пока все вопросы не будут обсуждены и согласованы с населением. Считаю, что руководители муниципалитетов должны активнее участвовать в этой работе. В среду губернатор продолжит отчитываться о своей работе. В областной думе он ответит на вопросы парламентарии. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.